Всем привет! Все так долго ждали весну и наконец-то она наступила. Время обострения и авитаминоза. У многих она ассоциируется со временем гриппа, простуды и аллергии. А с чем весну ассоциируют жители Нижнего Тагила, мы сейчас узнаем. Подскажите, пожалуйста, чем пахнет весна? Не знаю. Цветами, наверное, еще чем-нибудь таким. Цветами. Подснежниками. Цветами, наверное. А какими? Ну, не знаю для кого, как. А для вас как? Ну, тюльпаны, скорее всего. Летом пахнет весна. А чем тогда пахнет лето? Лето пахнет теплом, снегом, солнцем. Солнце? А как пахнет солнцем? Солнце пахнет весной, мне кажется, так и есть. Вот вы выходите с утра из дома и чувствуете... С сыростью и грязью. Наша весна пахнет Тагилом. А чем пахнет Тагилом? С заводами. Это как круглый год, только весной. Ничем не пахнет. А чем будет пахнуть поздняя весна? Поздняя весна будет пахнуть зеленью, цветами, сиренью, радостью, добротой и хорошим настроением. Почему котов называют мартовскими? Весна, гормоны. Гормоны только у котов? Нет, у людей тоже. Просто крытые это ярче проявляют. Потому что март у них это такой месяц. Ладно, нет. Это уже... Какие намеки? Поняли намеки? Они очень хотят на улицу. Вот у меня котик, да, открываешь окошко, он сразу же бежит, нюхает, как пахнет весной. Потому что хотят кошек. Именно в марте? Да. А что они делают? Как они это проявляют? Ну, у меня они орут, ходят оба. Оба? Да. У вас два кота? А почему вы не завели кошку и кота? Идеальная пара, никто бы не кричал. Чтобы утопить не приходилось котят. Это благородно с вашей стороны. В марте хотят любви коты. А люди? И люди хотят. А почему тогда людей мартовскими не называют? Ну, давайте будем называть, почему нет. Мы мартовские люди. Я хочу так же смеяться, вы почем? Наверное, в марте появилась кошачья любовь. Может. А чем она отличается от человечей? Чувственности у них больше, наверное. Больше эмоций? Больше эмоций, да. Как они орут, как они кричат. Это же не каждый человек так сможет. Они начинают активно орать, поэтому их называют мартовскими. А зачем они орут? Привлекают самок к себе. И как? Успешно? Отпугивают соперников, привлекают самок. Ну, наверное, успешно. А если бы люди точно так же делали, это бы пользовалось успехом? Я думаю, нет. Хорошо. Почему котов называют мартовскими? Да я не знаю. Что они делают в марте? Что они хотят в марте? Не знаю. А что вы знаете? Ничего. Ничего не знаю? А как вас зовут? Юлия. Юлия? Очень приятно, меня мило зовут. А вы из Нижнего Тагила? Да. Что вы можете рассказать о Нижнем Тагиле? Не знаю, нормальный город. Говорят, что подснежник это первый цветок весны. Вы хоть раз видели подснежники в Нижнем Тагиле? Честно, нет. Нет. В Нижнем Тагиле нет. В лесах, да, в Нижнем Тагиле. Ну, вот в городе нет. Конечно, видела. Прямо в черте города или что? В черте города, да. Как ехать. Вы тоже их срезали и продавали? Нет. Да, да, видела. Где? Скажите, пожалуйста. Я ни разу не видела. Ну, может быть, не в Тагиле, но за городом видела, да. Собирала. Дарила. Лично ей. Первый раз в том году увидела подснежники за всю жизнь. Да. Она просто подарила, чтобы я их вообще посмотрела. Вообще, говорят, растут за городом. За городом. Какие одежды? Ну, если считаете 10 километров от вагонки за городом, то за городом. Продолжите фразу. Когда приходит весна? Пора переодеваться. Во что? В более легкой одежде. В купальник? Нет. В более легкую одежду. Не пуховик. Не знаю, влюбляются все. Всем хочется любить. Пусть будут цветы. Становится тепло. Когда наступает весна, тает снег, текут лужи, светит яркое солнце. Все девушки одевают короткий юв. Птички на деревьях начинают петь песенки. Когда наступает весна, шар расцветает. А как она расцветает? Что она делает? Вот настроение сразу же другое, хорошее. Как будто просто вот зимней спячки просыпаешься и хочется жить, бежать куда-нибудь. Дома не хочется сидеть. Солнышко первое, как только выходит, все сразу же настроение совсем другое. Вы такие солнечные, такие красивые. С наступающим вас праздником. Спасибо большое.